друзья всем привет меня зовут натали добро пожаловать на мой февральский балкон сегодня я подготовила для вас видео точнее три видео об укоренении черенков красок в трех субстратах вот этот маленький return of beauty был укоренен кокосии альбочка была укоренена в готовом универсальном грунте и два черенка королла бы укоренялись песке предлагаю вам сейчас посмотреть видео о посадке результат укоренения ну а в конце видео я расскажу вам о своих наблюдениях расскажу об ошибках ну и возможно дам какие-то рекомендации для лучшего укоренения черенков по своим наблюдениям но все приятного просмотра всем привет с вами натали сегодня я буду ставить на украине вот этот замечательный череночек красный return of beauty срезан он был с растения накануне предстоящего полива подсушивался еще дней 8 и вот сегодня я буду его укоренять вот в этой замечательной маленькой крышечки в качестве субстрата для уторенения я буду использовать самый безопасный вариант это влажный кокос я его смочила хорошенько выжила и теперь он готов к использованию самое главное убедиться что в вашем кокосе нет маленьких белых кусочков самого кокоса иначе растение может погибнуть такое некачество на субстратах к сожалению встречается ну все сейчас заполним крышечку и будем укоренять грунт кокос я не слегка утрамбовала для того чтобы черенок лучше держался сложность данного укоренения заключается в том что у этого черенка полностью отсутствует ножка для заглубления но тем не менее попробуем убить чтобы попытаться зафиксировать хоть как-то этот череночек а я приготовила вот такие можно сказать скрепочки отрегулировала их длину можно использовать обычные канцелярские скрепки тоже отщипнув лишнюю длину плоскогубцами и вот сейчас я попробую их ими зафиксировать первые листики но сейчас попробую и покажу возможно это бредовая идея которая не будет работать но попробовать стоит чтобы все-таки получить хоть какую-то гарантию что череночек будет контактировать с грунтом ну вот я зафиксировала нижние листики скрепками надеюсь это поможет и поскольку у нас понижение температур сегодняшнего дня ночи обещают быть холодными где-то около плюс 8 градусов поэтому поставлю черенок укореняться на полку где температура будет около 24 градусов следующее опрыскивание кокоса будет после его полного просыхания при всего это будет не через 5 а может быть и через неделю буду смотреть не стоит поливать кокос это может привести к переизбытку влажности лучше все-таки опрыскивать из распылителя ну и так каждый раз после полного просыхания грунта ну и через месяц посмотрим что у нас получится очень надеюсь что этот черенок справится но все ждите результата смотрим что мы нарастили и нарастили вообще да мы нарастили у нас получилось маленький корешочек но он появился я не надеялась отлично сейчас посажу его в грунт тоже самую крышечку свой универсальный грунт я добавила циолит мелкой фракции дробленый древесный уголь и немного песка все делаем посадочку очень неудобно сажать этот череночек потому что у него нет междоузли для углубления но будем надеяться что он все равно хорошо закрепится в грунте и начнет набирать тургор вот его я пожалуй опрыскиваю сегодня так как корешки на самой поверхности и они могут за сутки подсохнуть рискнул друзья всем привет приветствую вас на своем январьском балконе сегодня 20 января и я хочу показать вам очередное укоренение красулы альба у меня уже нет на канале есть уже несколько видео об укоренении черенков большая часть из них была укоренена в кокосе но кокос это не единственный субстрат которым можно укоренить красулы и сегодня я покажу вам другой вариант сегодня я буду ставить красулу на укоренение сразу в готовый грунт в котором красула будет расти у меня это универсальный грунт для растений сюда добавлен циолит пеностекло и дробленый древесный уголь конкретный черенок был срезан накануне предстоящего полива материнского растения так что он уже тургор был уже немножечко потерян плюс две недели он подсушивался ну а теперь мы можем посадить его в свежий грунт так выполняем стаканчик грунтом грунт слегка влажный так как он свежий это как раз это то что нам и нужно в этом грунте черенок простоит неделю сейчас я не буду его опрыскивать грунт дополнительно увлажнять я не буду все и первое опрыскивание я сделаю где-то дней через пять или через неделю последующие опрыскивания будут по мере просыхания грунта и опрыскивать я буду где-то до этого уровня до середин горшочка так как корней еще нет и нет необходимости промачивать грунт полностью ну так делаю я если вы делаете по другому делайте по своему если вы просушили черенок недели три или даже месяц то можете грунт сразу же опрыскать думаю что это будет безопасно я просто подстраховываюсь после двухнедельной просушки поэтому просто на неделю оставляю во влажном свежем грунте ну все друзья ну а результат укоренения вы узнаете через несколько секунд наша альбочка она укоренилась я знаю это наверняка так смотрим и моя волшебная палочка вручалочка вот смотрите вот такие то решки она нарастила чуть меньше чем за полтора месяца через неделю было бы полтора я очень довольна результатом все сажаю в грунт и больше его не дергаю так для опоры поставлю ему палочку чтобы он не заваливался этот черенок этот черенок я полью завтра ну все друзья я очень довольна результатом укоренения друзья всем привет добро пожаловать на мой январьский балкон сегодня 27 января у нас очередное похолодание на ближайшие две недели как видите сейчас два часа дня и термометр показывает 16 градусов это значит что ночью будет градусов 8 или 5 ну с плюсом конечно кто-то живущий в СНГ скажет Наташа имей совесть какие черту похолодание какая черта зима ну зима и в Африке зима и это наши температуры взрослые красолы и иониумы чувствуют себя прекрасно при этих температурах единственное что мне приходится балансировать полив ну я знаю как это делать в следующем ролике расскажу вам как я поливаю свои суккуленты в холодную погоду ну а сегодня видео будет об укоренении красол черенков красол в списке ну а утренять в этот раз я буду красолу королл ее отличительной особенностью являются вот такие закрытые трубочки именно это отличает ее от хоббита и от голума черенки подсушивались где-то около двух недель или чуть больше ну меньше трех недель если честно я не считала даже не помню когда я их срезала но недели две они точно лежат и вот сегодня я буду укоренять их в песке у меня уже есть видео об укоренении кокосии сейчас готовится видео об укоренении бронти и вот сегодня решила показать вам вариант укоренения в песке напомню что я живу в Египте в городе Каир и в наших условиях песок это тот самый субстрат в котором укореняют все суккуленты я не пробовала укоренять в песке это будет первый опыт но я думаю что он будет положительным так как если остальные суккуленты укореняются в песке то почему мои красолы не укоренятся конечно же все получится у меня в наличии вот такой мелкий песок с небольшим количеством гравия но он здесь уже был если вы живете в странах СНГ то наверное было бы правильнее добавить сюда более крупный разрыхлитель наверное циолит ну для укоренения подойдет циолит мелкой или средней фракции но будем считать что у меня его нет хотя он у меня есть я привозила его из Тиргизии но в данный момент буду укоренять естественных для краира условиях укоренять я буду во влажном песке здесь он у меня абсолютно сухой поэтому сейчас я его обрызгаю из распылителя вот так перемешаю и поставлю в него черенки обычно свое первое укоренение что он большой я имею ввиду первое укоренение будь то кокос, грунт сразу питательный грунт или песок я предпочитаю чтобы грунт был влажным не то что я предпочитаю так и так должно быть это для подстраховки в первые дни череночкам не нужна обильная влага то есть абсолютно не чуть-чуть все вот видите песок влажный пушистый самое то что нужно череночкам все сейчас заполню стаканчики и мы поставим в них наши череночки все засыпаем в стаканчики сильно утрамбовывать песок не будем так первый второй слегка можно чуть-чуть придавить вставляем наши черенки первый второй теперь повторное опрыскивание песка будет по мере высыхания этого черенки будут укореняться на балконе в естественных условиях поэтому за сколько времени он просохнет я не имею понятия в любом случае песок просыхает опрыскиваю верхний грунт до середины стаканчика нет необходимости смачивать его полностью так как корней черенков нет все до половины стаканчиков и опять ждем следующей просушки ну а каким будет результат укоренения узнаем через месяц ну все пожелайте нашему королу удачи все пока пока ну что посмотрим что у нас получилось так первый второй ну давайте посмотрим корешочки смотрите вот такие корешки нарастил маленький королл и вот такие более крупный экземпляр мне нравится я довольна сегодня ровно месяц как они были поставлены на укоренение теперь я пересажу их те же самые стаканчики но уже в свой собственный субстрат в котором растут все мои красоты если эти решочки маленькие то можно просто использовать вот такой способ все первые второй череночки я полью уже завтра если вдруг каким то образом мне повредило какие то перешочки до завтрашнего дня они на грани козу ропсуются ну и завтра я опрыстую грунт еще раз всем привет надеюсь вам понравилось видео понравился результат ну а теперь о моих наблюдениях почему красоты укоренялись дольше обычного во первых укоренялись они не в совсем пропорции в да вы могли видеть вот эти две красоты у меня на стеллаже в видео об адениумах но дело в том что там они простояли только неделю так как кокос просыхал очень быстро я решила убрать черенок в комнату в комнате у меня было 16-18 градусов еще тоже неделю две они там постояли вместе с альбой я посчитала что это холодно я не видела никакого результата в укоренении и потом я вынесла их на балкон на балконе тоже температура были не совсем комфортные в какие-то дни ночные температуры падали ниже плюс десяти было плюс восемь плюс семь какие-то ночи было плюс десять плюс двенадцать То есть температуры были неровные. Днем, естественно, температура тоже была градусов 18-20. Ну, в какие-то дни, возможно, она поднималась чуть выше, но таких дней было очень мало. Что касается Красов Коралл, с самого начала они укоренялись на балконе при этих самых некомфортных температурах. Но они укоренились раньше всех и лучше всех. Почему? Потому что в них больше хлорофилла. Хлорофильные череночки, они гораздо сильнее, они и растут быстрее, и укореняются лучше и быстрее. Поэтому делайте выводы и наберитесь терпения. В любом случае, я очень рада, что вот эта малышка дала корешочки. И я надеюсь, что она сейчас в новом грунте, она начнет набирать тургор. И пойдет в рост. Поэтому, какие мои выводы? Если вы укореняете череночки в квартире, на полке, то самые комфортные температуры, на мой взгляд, это плюс 23, плюс 27. Ну, плюс 30 максимум. Ну, это мое предположение. Если у вас хорошо укореняются черенки на полке при других температурах, то напишите. Мне будет очень интересно, думаю, другим участникам и другим зрителям тоже будет интересно узнать о ваших комфортных температурах для укоренения. Что касается укоренения на балконе, относительно укоренения черенков красол и иониумов на балконе, здесь у меня хороший опыт. И по своим наблюдениям могу сказать, что самые комфортные температуры для роста и укоренения черенков красол именно на балконе, это ночные температуры выше плюс 14 градусов. Плюс 14, плюс 17, вот этот диапазон, он идеален. Я говорю о ночных температурах, потому что, как правило, если стоят такие ночные температуры, то днем это градусов 25-27, это то, о чем я вам говорила. При таких температурах черенки укореняются и растут гораздо лучше. Ну и опять-таки, по моим личным наблюдениям, возможно, я не права, напишите, пожалуйста, о своем опыте. Черенки с меньшим хлорофиллом, в частности, вот Альбочка, Ретерн, если у них именно еще и беленький череночек, я имею в виду беленькое междоузли, то такая красолка будет укореняться чуть дольше, чем зеленый черенок. Но, опять-таки, я могу ошибаться, напишите о своих наблюдениях, о своем личном опыте. Ну и относительно субстратов. Мне понравились все. Мне понравилось укоренять в песте, мне понравилось укоренять в грунте и мне понравилось укоренять в кокосе. Единственное, что, опять-таки, наверное, для каждой своей температуры на балконе я бы предпочла, наверное, разный субстрат. То есть кокосовый субстрат, наверное, я использовала бы, когда на балконе чуть потеплее. То есть где-то градусов, наверное, 13-15. Тогда и кокос просыхает быстрее, с одной стороны, в течение нескольких дней. И не стоит постоянно влажным. И корни, получается, не замерзают. Но это мои предположения. В песке и в грунте песок и грунт просыхают чуть дольше при нистих температурах. Ну, как, наверное, и любой субстрат. Ну, так как в нем он более рыхлый, наверное, можно сказать, более структурированный, то вечеринкам, мне кажется, более комфортно в нем выпить их субстраток при нистих ночных температурах. Могу ошибаться, опять-таки, это мое личное наблюдение. Ну, вот, вот таким было видео. Если вы узнали что-то новое, интересное, если оно вам понравилось, то буду признательна за лайки, пишите комментарии, делитесь своим опытом. Мне тоже будет очень интересно узнать что-то новое или отличное от моего. Все, всем хорошего дня и хорошего настроения. Пока-пока.